Привет, друзья! Мы сегодня находимся в Людвигсбурге. Почему мы сюда приехали? Наша дочка получила квартиру. Это полторакомнатная квартира. Мы заходим в небольшой коридор. Правда, тут ещё темно, лампочек так нету. Коридорчик. И слева у нас ванная комната. Здесь справа станет стиральная машинка. Она, эта ванная комната, полностью, как вы видите, в флизах. Тут недавно был ремонт. Всё меняли, всю сантехнику. Выглядит душевая кабина. Шикарно просто, как я думаю, по моему мнению. Глубокий поддон. Здесь есть такая сидушка-приступка, я бы сказала, куда можно съесть или поставить шампунь, душ, массажный душ, ручка и здесь для полотенец. Вот так выглядит душевая кабина. Она примерно метр семьдесят, наверное. И здесь слева мы видим новая-новая вот такая стеклянная полка. Она зеркальная. И изнутри тоже зеркало. И включается также сверху свет. Есть подсветка такая. И есть уже люстра. Не нужно покупать. Современная, красивая. LED, то есть экономная. Снизу прекрасная раковина с краном. Под раковиной сейчас мы поедем в Икеа, купим тумбочку красивую. Батарейка небольшая. И такие оригинальные держатели для полотенец в виде кранов. Справа уже встроенная мыльница, стеклянная, очень удобная, съемная. Пол цвета граффити. И здесь сбоку мы видим держатель для туалетной бумаги. И в этот угол встанет стиральная машинка. Ну а на полочке здесь сверху можно хранить какие-то принадлежности или украшалочки. И есть также вентилятор. Так выглядит дверь. Конечно, домик старый, но очень ухоженный. Включатель вентилятора и света. И мы выходим в коридор. В коридоре дверь Апшельраум или как кладовка по-русски. Кладовка небольшая. Есть такая ступенька. Можно использовать ее. И ширина где-то 70 сантиметров. И где-то почти 2 длиной. Такая небольшая. Можно хранить. Тут швабры, что-то какие-то ненужные принадлежности. Может даже обувь, одежду. Вот. И от кладовки слева или, скажем, от входа прямо мы видим вход в зал. Мы тут начали уже вещи переносить потихонечку. А здесь слева находится прекрасная кухня. Света нет, я уже сказала. Сцеран платы. По-русски, по-моему, тоже церан платы. И вытяжка. Шкафы. Раковина. За все это не надо платить деньги. Обычно они просят от 50 до 100 евро в месяц. За встроенную кухню. Но за эту сказали не надо. Потому что тут уже две девочки жили до этого. И они всю эту кухню уже выплатили. И это, конечно, большой плюс. А раковина такая. Крам поднимается. Опускается, регулируется. Теперь я снимаю с другой стороны. Вроде как ярче. И вот так выглядит все. Здесь холодильник небольшой. Плита. И шкаф. Для одной девочки, ну, просто шикарно. Все это встроено аккуратно. Очень красиво. Правда, кафель не очень. Теперь я встала спиной кухни. И здесь мы видим выдвижная дверь в спальню. Такая полупрозрачная. Хорошая дверь. Небольшая спальня. Во всей квартире вот такой кафель. Спальня абсолютно небольшая. 2,70 на 2,50. Но встанет кровать. На метр сорок. И шифонер. Вот здесь полтора метра можно. Шифонер поставить. Еще и тумбочка встанет. И вот смотрите. Выключатели. Можно здесь выключить свет. Или вот здесь. Конечно, нужен ремонт. Вид из окна просто шикарный. Там частный сектор. Спокойно, красиво и тихо. Есть уже небольшая лампочка, но мы ее перевесим в коридор. Везде вот такой кафель. Такой светло-серенький с голубым. Но дочка сказала постелит ковер. Мы ухожу из спальни. И в эту сторону у нас зал. Зал тоже небольшой. Все такое компактненькое. Ну, мебель поместится. Поместится большой комод. Здесь такой буква Г языки. Диван мы хотим. И дверь мы снимем. Чтобы было за дверью тоже место. Тут целый метр места. И в принципе диван. Зал не маленький. Тут вместится очень много мебели. Вот. Значит, вот это спальня. Это кухня. А сзади меня зал. А там будет возле кухни выход в коридорчик. Теперь я стою задом к балкону. Я разворачиваюсь. Посмотрим балкон. На балконе тоже такой кафель. И балкон достаточно большой. Примерно я сейчас скажу. Примерно он 3,5-3,70 на 3,20. Где-то такой балкон большой. Сейчас идет дождь. Мы вообще-то, когда выезжали, было солнце. И стал тут дождик. Неожиданно. Вид какой. Посмотрите. Просто все благопает. Без балкона шикарный. Вообще красота тут. Какая же тут красота. И я разворачиваюсь. Вход здесь. Вход в зал. Вот здесь можно поставить мебель. Потому что здесь больше половины закрыта. Под вот таким навесом. И вот где-то меньше половины под дождем находится. Но тут будут цветы все равно. Они любят дождик. Заходим в зал. Выхожу в подъезд. Подъезд, как вы видите, тут постелен тепих такой шоколадный. Мы находимся по-русски на втором этаже. На площадке три семьи. И они будут убирать здесь по очереди. То есть в месяц получается один раз. Иногда два. Это подвальное помещение. Тут очень чисто и сухо. Мы видим. Вот так выглядит телер по-немецки. Подвал. Можно что-то тоже поставить. Зеркало кто-то забыл. И вот так. Тоже большая площадь здесь. В принципе для одной. Здесь помещение, чтобы сушить белье. Там веревки. И вот так выглядит. Душа помещения. Сушки можно ставить. Тазы есть. И машинки. Можно сушить белье. И выход наверх. А направо идет лестница. Ведет лестница в квартире. А налево здесь велосипедная комната. Можно ставить велосипеды. А направо выход к таким гаражам. И к мусорным ящикам. Так. Ворачиваемся в квартиру. Поднимаемся. Это вид с подъезда. И вот такой небольшой городок. И вход в подъезд. В подъездах такие огромные стеклянные окна. Висят картины. Очень-очень чисто. Ворачиваемся в квартиру. Надо помогать носить вещи. Ну все. Пока откроем мебель и кухня. Сейчас стаскаем вещи. Поедем в Икеа. В соседнюю. И будем заказывать мебель. И привозить кое-что. Кому интересно. Оставайтесь со мной. И спасибо за поздравления. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите, что делается сегодня. Обещали 34 градуса жары. А на самом деле. Где-то 24 и ливень. Ну все. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи, дорогие мои. Пошла я помогать. До свидания. Я буду скучать. Спасибо.